Раз-два, раз-два, слышно? Не погромче. Вот так лучше? Хорошо, спасибо. Всех, друзья, очень рады приветствовать на очередной нашей встрече в этом замечательном Думе культуры. И очень вам благодарен, потому что, когда началась подготовка к этой встрече, столько интересно всплыло моментов, каких-то уже давным-давно забытых историй, которыми мы с вами хотели все, с этими историями хотели с вами поделиться. История создания Покровского храма. Ну, для начала, для начала, как люди в храм приходят. У одного батюшки в семинарии, когда он уже получился много лет, стал священником, у него спросили, а как вы стали батюшкой, как вы стали священником? Да вот так, говорит. В центре Москвы. Бабушку встречали и говорю, бабушка. Она говорит, чего? Не подскажешь это, как в цирк проехать? Она говорит, да вот поедешь, а на метро Новояснинской сойдешь. Он сошел, спрашивает, где тут цирк-то? Она говорит, да вон она стоит, так сказать, это. Вот я, говорит, так Петра и Павла оказался. Только когда-то мне дошло, что это не цирк, а цирк, вот. Ну, мне там, говорит, вроде понравилось. Вот. Я, так сказать, сначала прихожанин, потом алтарник, потом 4 года в семинарии, потом 4 года в академии. Ну, вот так вот через 15 лет стал батюшкой. Значит, так что иногда хорошо советоваться со старшими товарищами, вот, которые нам укажут правильный, правильный путь. Поэтому инвестичник говорит, не все приходят в Храм Божий, может быть, осознанно, целенаправно сразу. Многие оказались вот так вот, как кажется, случайно. А на самом деле это невидимая руководитель, которая ведет каждого человека к небу. Ну, а если ближе к нашей теме, хотелось бы с вами, конечно, поделиться той уникальной историей, которая стоит у истоков созидания Храма Покрова Преставра Богородицы, что выяснило. Как было дело? Многие задавали, задают и будут задавать этот вопрос. И чтобы как-то на него уже начинать отвечать, хотелось сегодня этот вечер посвятить именно этому. В 2000 году, 14 октября, большая служба после Покрова Преставра Богородицы, переполненный храм, когда уже закончилось богослужение, вдруг мне приходит в голову такая мысль. Ты вот видел переполненный храм? Да. Сколько в Ясении населения? Кстати, знаете, сколько в Ясении народ живет? Половина города Калуги. Вот нас сейчас снимает Калужское телевидение. В Калуге живет около 350 тысяч жителей, ну, вокруг этой цифры. Только вот в Ясении живет 180 тысяч населений. И всего в тот момент было два храма. Это в Устанг, Казанская икона Божья Матери и Петропавла в Ясении. И такая мысль. Ты видишь, сколько народа. Храм, храм, переполненный. Надо, так сказать, что-то предпинять, что-то делать, о чем-то подумать, чтобы все-таки для народа сделать что-то доброе и полезное. И возникла такая мысль. Встать во главе, так сказать, инициативной группы по созданию храма, хотя бы создать так называемую двадцатку. То есть это минимум 20 человек, которые становятся инициаторами создания храма. И внутреннее такое, так сказать, рассуждение мистер. А если будут делать новый храм, если делают новый храм, то кому его посвятить? Кому он должен быть посвящен? И вдруг опять внутренний какой-то такой голос. Но ты же видишь, так сказать, как народ, как народ Божий любит этот праздник. Любит это событие, любит это явление. Любит праздник Покрова и Святой Богородицы. И вот тут как бы не было сомнений, если храм будет, то кого его посвятить? Мы свои мысли, свои внутренние какие-то вдохновения, переживания, мы все должны сопровождать советом. И, конечно же, эта вещь была глобальной. Мне было достаточно восстанавливать храм Пятая Павла в Ясенево. И вдруг, так сказать, браться еще за какую-то огромную идею. Это был, конечно, особый момент в жизни. И мы прекрасно об этом знаем, что все делается с совета и с благословения. Поскольку я сам был пострижником Троицы Сергия Лавры, принято монашеский пост и круг положения священника, кто поехал к своим духовникам и старцам, к отцу Кириллу и к отцу Науму, спросить благословения, можно ли, можно ли принять участие, войти, возглавить инициативную группу по созданию, по созданию нового храма. И один, и другой, отец Кирилл и отец Наум благословили это начинание. И потом присоединился еще к благословению отца Ильи. И вот так-то в 2000 году было собрано 20 человек активистов, было подано письмо под Патриарху Алексею, зарегистрирована община, и началось огромный, огромный, огромный труд по подготовке документов. Сейчас огромный милый сбор. Вы сейчас не представляете, что сделал Патриарх Кирилл, когда стал Патриархом. Когда он стал Патриархом в 2009 году, первое обращение к правительству Москвы о необходимости строительства в Москве, в Москве 600 храмов, 600. Почему? Потому что Москва на сегодняшний момент остается самым неблагополучным регионом во всей Русской Православной Церкви. В каком смысле? В количестве храмов на душу населения. Давайте простой пример. 180 тысяч населения в нашем районе Ясенева. Три храма. Значит, в среднем, в среднем, это один храм на 60 тысяч. Один храм на 60 тысяч. В Калуге такая цифра совершенно-совершенно другая. В Калуге на 350 тысяч населения около 35 храмов. Простая арифметика. На 10 тысяч один храм. В Москве на 60 тысяч один храм. А знаете, какая пропорция в Греции и на Кипре? В Греции и на Кипре. На тысячу населения один храм. И такое было в нашей России до революции. На одном конце деревни не польский храм, а на другой конце деревни покровский храм. А в деревне, в деревне всего 200-250 домов. Мама с Владимирской области имели счастье посетить нашу деревню, где росла мама, где похоронены наши все предки по материнской линии. Это село Новый Котлицы Мурмского района. Мы приезжаем и оказывается, на 150 домов была церковь. Через 4 километра старой Котлицы опять церковь святителя Николая. И там тоже около 150 домов. Вот так вот деревни, так сказать, они имели, несмотря на такое маленькое количество людей, имели целый храм. И вот сейчас, и до этого момента, до программы 2200, в Москве, конечно же, духовно такая, можно назвать, и голод, и катастрофа. В том смысле, что в пределах Собова конца не менее количества храмов, а в спальных районах, на окраинах Москвы, мы, так сказать, этих храмов не имеем. И милость Божия, что патриарху Кириллу пришла именно такая, так сказать, грандиозная идея. Она была поддержана, но, в конце концов, не 600, а 200 храмов была, то есть, на такая программа. Но получается так, проси больше, получишь меньше, это такая, так сказать, уже наша житейская мудрость. И поэтому я чрезвычайно рад за тех священников, которым, которым приходит указ, как нашим батюшкам в Покорском храме пришел указ, что отец, Евгений, отец сам назначается настоятелями такого-то, такого-то храма. И ему дают согласованный проект и выделенную землю. А ты находи, так сказать, людей, кто будет строить этот храм. Вот у нас, чтобы получить эти бумажки, чтобы получить эти бумажки, в нашем храме, в Покорском храме, потратили 8 лет жизни. Потратили 8 лет жизни, чтобы только пить и убить первый пол в строительство забора вокруг храма. Ну, для чего-то это было нужно. Вот такой долгий путь выхода на строительную площадку. Что интересно, мне вспоминается, начало любого строительства всегда сопровождалось, всегда просто сопровождалось подставлением на месте водовщего строительства какой-то святыни. Самое главное святыня для нас это Святой Православный Крест. Вы слышали, может быть, такое выражение? Ставропегиальный монастырь. Ставропегиальный монастырь. То есть монастыри, которые подчиняются напрямую патриарху, которые могут находиться не только в Москве, могут находиться в Калурске области, в Салвейский монастырь в Архангельской области, или в Аламский монастырь в Санкт-Петербургской области. И вот такое странное, какое-то иностранное выражение. Ставропегиальный монастырь. Оказывается, Ставрос, здесь в войсках переводится в Крест. Патриарх, приезжая в то или иное место, ставил на первом, на этом, на ровном месте, ставил крест. Ставрос. И это означало, что благословляется строительство храма или монастыря, и что этот крест поставил сам Патриарх, или по благословению Патриарха. И поэтому этот монастырь стал Ставропегиальным, то есть основанный и учрежденный самим Патриархом. И Ставропегиальный монастырь может быть любой церкви, и в Иерусалимской, и может быть, так сказать, и евреческой, и кипской, и ладской. То есть любой Патриарх может являться основателем для монастыря. И такой монастырь называется Ставропегиальный, от слова Ставрос, то есть крест. И мы решили тоже, на месте будущего строительства, но чтобы эта святыня не мешала этому строительству, было принято решение водрузить крест на месте строительства или близко к месту строительства. Как вы помните, на месте нашего будущего храма был сад, и как-то было сложно там где-то водрузить крест. И поэтому мы выбрали самую, самую красивую клумбу в ясене, близко к храму и близко к Дому культуры, в котором мы с вами находимся, который, кстати, имел название, как вы все помните, Ханой. Было принято решение, этот крест делал с Веростасской области, высота его около 5 метров. В 2009 году на День памяти иконы Божьей Матери Скоропослушницы крестного хода из Петра и Павла был принесен этот крест, водружен на эту самую клумбу, и совершались, рядом вагончике совершались неусыпаемые чтения, по возможности круглосуточные чтения псалтии. Какое событие, какое событие, как я считаю, довольно чудесное, произошло с водружением этого креста на этом месте. Нас заранее предупредили, что вот на этом месте, на месте клумбы, на месте креста, между будущим храмом и кинотеатром Ханой планируется реконструкция кинотеатра и планируется строительство развлекательного центра 32 этажа. Вот такая должна была быть реконструкция. Параллельно мы начинаем свое строительство, а это начинается в 2009 год, день кризиса. Строительная компания, которая была согласована с этим строительством, она сдувается. Через два года, через два года, они немножечко приходят в себя, приходят в себя, приходят пересогласовать проект главному архитектору города Москвы, Кузнину, и он нам говорит, «Ребят, вот у вас проект, и вот проект храма, но они уже храм построили, а вы только башню собираетесь на это делать. Я вам этот проект не могу пересогласовать, делайте башню на другой стороне кинотеатра, это вот ближе, так сказать, к дороге и ближе к торговому центру». И потом говорит, и тем более, тем более, на этом месте уже стоит крест. И вот деревянный, четырехметровый крест победил башню в 32 этажа. Вот вам начало вашего любого доброго дела, когда будете строить дачи, коттеджи, дворцы Капа Януковича, ну в смысле, это не надо делать, таких нету, то начинайте, начинайте со святыни. Начинайте со святыни. Иконы Спасителя, Божьей Матери, так сказать, и какое-то обозначение на вашем участке. И все начинается с благословения Господней. И вот так этот крест, который, кстати, стоит до сих пор, была договоренность, если начнется строительство, мы его убираем, приносим к себе храм, чтобы не мешать дальнейшему строительству. Но пока, так сказать, храм построен, а этой башней еще, так сказать, никто даже не понимает, будет ли она вообще. Но то, что Дом культуры вдохновение стал продолжением нашего храма Покровского, это тоже чудо 21 века. Вот вы представляете, где бы мы могли в воскресной школе сделать место встречи на 800 человек. Представляете? Вот. Это невероятно. И вот такое добрейшее расположение людей, которые отвечают, так сказать, за этот Дом культуры, такое дружеское отношение, оно, конечно, всех нас очень и очень греет. Я вам рассказал про то, что, как возникла идея Покровского, Покровского храма. Было еще несколько событий, совершенно отчаянных и совершенно тупиковых. Когда мы в течение пяти лет занимались согласованием документации, то, в конце концов, в конце концов, мы, ответственные лица, кто отвечал за это, сделали заключение. Через пять лет работы и вот после вот такой собранной стопки документов и согласований. Оказывается, оказывается, эта территория между двух дорог, улица Возовского, оказывается, это участок номер 74А, это Битцевский парк. Интересно, да? Между двух дорог, это Битцевский парк. И в Битцевском парке строить ничего нельзя. И когда мне это сообщили, через пять лет, друзья, а вы заранее не знали, что именно это вот так? Ну, вы знаете, так сказать, а вы же не спрашивали, это Битцевский парк или нет. Пять лет, все, это было прединфарктное состояние. Представляете, когда мне, так сказать, написали, что строительство на территории Битцевского парка невозможно, хотя это, так сказать, гаражи, гаражи тоже на территории Битцевского парка. И вот возникла одна уникальная организация, институт экологии, который возглавляет Алексей Крубатов, и мы в отчаянии, так сказать, поехали к нему, говорили, давайте мы что-то планомерно придумаем, как выйти из этого положения. Тоже у этого предшествовали молитвы, предшествовали этому слезы. И, кстати, Исаак Синьгин, наверное, сказал, человеческая, божественная помощь приходит тогда, когда исчерпывается человеческая. Человек, страдающий, молится Богу как свой. то есть вот это-то видно какое-то внутреннее сердечное переживание, сердечный лоб дошел до неба и началась потихонечку такая работа, она в конце концов дошла до решения правительства Москвы, которая решила, что участок 74, не, участок 73, это там, где гаражи, это битский парк, а через метр, через метр, это уже не битовский парк, это озелененная территория, а на озелененной территории можно строить сооружение не выше 32 метров. Ну, нам это было достаточно, мы так и сделали, на шрам имеет высоту 32 метра, но без креста, а еще крест 5 метров, и так он получил с 37 метров над уровнем, над уровнем моря. Спросите, какого? А я тут знаю, какого. Марии у нас много. В общем, 32, 37 метров от нулевой отметки. И еще одно было событие, напали, значит, на, не помню уже, какая организация, я вам этот проект, этот проект, никогда не согласую. И вот приходила старость нашего храма, Татьяна Васильевна Золотцева, вот, садилась рядом с ней, в кабинете, она что-то писала, через 5 минут смотрела на нее, говорит, опять пришли? Да. И храм все заставать? Она говорит, да. Ну, через 3 недели приходите. Через 3 недели приходила, повторяло все то же самое. Она приходила, она говорит, подождите, она подписывала какие-то бумажки, она сидела, через 5 минут или все, она на нее поднимала глаза, вы из храма, да? Подписать хотите? Да? Давай через 2 недели приходите. И так около года, до тех пор, до тех пор, пока эта сотрудница, пока эта сотрудница, не попала в 5-ю градскую больницу с тромбов-лебитом, а Татьяна Васильевна, которой тоже надо было подправлять свои проблемы с сосудами, тоже легла в эту больницу. И в это отделение. Но не в эту палату. А в коридорчике они встречались. Раз встретились, два встретились, слово за слово, она тут родную душу увидела, так сказать, 5-е, 10-е. В больнице они, вы сами знаете, помните, о Генри, да? тебе что помогают, так сказать? Мне с Линой мочают, а тебе чего, так сказать? Ну, мне кори лопуха, так сказать, на фоне общей болезни, подагры, один уже забыл, для чего он пришел грабить, этот забыл, кто его пришел грабить. И так, в общем-то, они болезнь, она людей каким-то образом объединяет, потому что сильный, слабого понять не может, только больные люди. вот поэтому, чтобы нам понимать, знаете, что нам надо, да? Да, стать больными, да, чертек, вот, сразу такой мягкий становится, все такое доброе, так сказать, всех понимает, за все благодарит, вот, а так, пока рубашку на себе рвет, так сказать, никто ему не нужен, так сказать, вот, а когда чуть-чуть уже хорохористость эта прошла, вот, начинается понимание, это понимание, к сожалению, приходит под старость, когда уже жизнь кончается, вот, поэтому, так сказать, надо стать по мозгам, по мозгам, надо, так сказать, умудряться, стать пожилым человеком, так сказать, оставаясь по телу молодым. Ну, и кто-то сказал, из мудрых людей, мудрость, мудрость приходит с возрастом, мудрость приходит с возрастом, но чаще он приходит один. Лучше бы, чтобы нас эта пословица не коснулась. И вот они так, под ручку, один день, третий, и когда она выкрылась из больницы, это чиновница, Татьяна Васильевна к ней подъехала через недельки, и она получила волшебную отпись, согласование. Это тоже стало определенным стартом, так что, добрым, опять же, для строительства храма. Вот так, один чиновник, один чиновник, одна подпись, хочу за рублю, хочу не за рублю, представляете, так сказать, а сейчас 200 храмов решается общим собранием, общим решением, когда вот этот весь человеческий произвол уходит на второй план. Я был свидетелем, был свидетелем одному священнику, в храме Христа Спасителя, Владимир Иосифович Рисин возглавляет эту программу, строительство 200 храмов, и он был, потом я расскажу, патроном нашего храма. Я был свидетелем такого разговора. Идет, значит, представители, префекту, управ, на территории которой будут возводиться эти храмы, каждый четверг в храме Христа Спасителя совещали, человек стоп, Иисус стоит на этом совещании. Какой-то докладчик. Так, что у нас по этому храму там типа влюблено? Ну, у нас, так сказать, так получилось, что эта территория, территория попала на частные земли. Куда попала? Ну, частные земли, там в собственность находится. А сколько у нее там в собственности? Ну, это по телефону разговаривает Ресин, разговаривает с перфектом. А сколько у нее собственности? 50 гектаров. Чего? 50 гектаров? Ты что у него? Один отнять не можешь. То есть, вот такой совершенно радикальный поворот событий. Подпись, она, крест встает, а тут готово, так сказать, по гектару потихонечку в пользу нищих, то есть уже как-то там договариваться. То есть, совершенно уникальный, так сказать, разворот, разворот в сторону народа Божьего. Потому что самое главное, как говорил Федор Михайлович Достоевский, для народа важное не просто жить, а знать, для чего жить. И если вдруг они все вместе соберутся и скажут, что главная идея – это всех накормить, а потом, когда накормят, спросят, а что дальше делать, когда всех накормили. И опять придумают еще какую-нибудь второстепенную идею, лишь бы только не задумываться над главным вопросом, для чего жить. И что главный вопрос – не просто, чтобы наесться, а чтобы стать человеком. Человеком с большой Богом. Федор Михайлович Достоевский. А когда всех накормят, опять скажут, а чего теперь делать? И вот так, говорит он, мы жили, живем и будем жить, когда только одно материальное на уме. Оказалось, что мы живем в уникальное время, когда не одно материальное только на уме, а когда мы, так сказать, ищем какую-то другую жизнь. То есть, так и понимаем, что не только от сытости живут, что зависит счастье человека. И вот, возвращаясь уже опять к Владимиру Осиевичу, какие дальше были события нашего храма. Когда мы уже поняли, что вот сейчас мы скоро получим документы. А, кстати, еще одно событие. Я только секретую, никто не записывайте, никто это, только запоминайте. Вот. В этой инициативе...